Салют, братишки и стрелки микрофона, мистер Кей, и могу поздравить всех любителей GTA San Andreas, Sampa, потому что я начинаю свою новую историю в San Andreas мультиплеер на сервере Revant Row Play. Ну, к серверу мы еще вернемся, почему я решил вообще сюда вернуться? Просто соскучился. Я, конечно, могу признаться вам, что мы заважали с Максом Дипом, с нашим личным сервером. Это были причины, были причины, почему мы от него отказались, к сожалению. Мне очень печально это, конечно, говорить и основать. Но, тем не менее, я уже качнулся на этом сервере до третьего уровня, обзавелся стильной одеждой, прикупил себе дом, причем стильный дом, дорогой, класса, люкс. Но возникает у меня, правда, в этом доме один вопрос, на который нет ответа. Когда я поднимаюсь на второй этаж, здесь какого-то черта стоят кровати из общаги. Что они здесь делают? Зачем они мне тут, если я живу здесь один? Возможно, здесь можно покупать мебель и расставлять ее. У меня только это единственное объяснение есть. Ладно, я купил себе все, кроме машины. А машину я решил купить именно на аукционе. То есть вы покупаете себе контейнер, и в нем будет находиться какая-то машина. Вы не знаете, что это за машина, вы отдаете деньги за кота в мешке. И там может оказаться либо какая-то дешевая тачка, за которую вы заплатили очень много, либо какая-то дорогая машина, за которую вы заплатили очень мало. В общем, ситуации могут возникать разные. Я подумал, это же будет гораздо интереснее, купить машину именно с аукциона. Так что сейчас мы будем отправляться. Смотрю, тут на самом деле припаркован какой-то велосипед. Это не мой велосипед, я не знаю чей, но я могу на него сесть. Поэтому давайте доедем до аренды автомобилей у автосалона Гротти. И возьмем себе что-нибудь в аренду. Плюс у меня сейчас при себе всего лишь 74 тысячи долларов. Мне нужно будет также заехать в банк и снять какую-то наличность. Здесь такая интересная система экономики. То есть хорошие машины, мне кажется, могут стоить максимум миллион. Я не знаю, сколько брать и сколько будут ставить другие участники этого аукциона. Поэтому я, наверное, сниму как раз-таки миллион долларов. И буду надеяться, что мне этого хватит. Кстати, вот этот дом, который вы только что видели на пляже Санта-Мария, я его купил, по-моему, за 650 тысяч долларов. И, наверное, это лучший дом, потому что он класса люкс. Кто-то там говорит, у кого-то проблемы возникли. Так, кстати, я проехал автосалон, куда я поехал, совсем заговорился. Так вот, ребят, кто не знает, как играть в GTA San Andreas мультиплеер, то есть по сети, то ссылочка в описании имеется. Вам нужно сначала установить GTA San Andreas, потом поставить клиент для игры по сети. И зайти на второй сервер. Заходите лучше на второй сервер, потому что первый переполненный, а на втором играет вот сейчас почти 200 человек, 170. И самое то, мне кажется, для развития. Ладно, нам нужно выбрать машину, на которую мы отправимся. Здесь есть буллет, все дела, но... Вот, я вот сразу присмотрел эту тачку. Называется на Еврос. Она мне всегда очень нравилась. Кто не знает, я в GTA San Andreas очень давно играл. И канал у меня начинался тоже с GTA San Andreas. Два года, правда, я еще не заходил, но тем не менее. Ладно, 3000 долларов все это дело стоит. Арендуем и давайте выезжать. Сначала, как я уже сказал, съездим в банк. Окей, приехали мы в банк. Давайте быстренько поторопимся, потому что аукцион начнется с минуты на минуту, мне кажется. И я уже опаздываю. Совсем там заговорился. Так, банковские операции. Мне, вероятно, не всего нужно. Снять сумму со счета. У меня так-то большая сумма на счете лежит. Интересно, я смогу сразу миллион снять? Потому что класть я мог только по 999 тысяч. Да, я только так смогу снять. Ну ладно, 999, 999. Все, сняли. У меня еще много денег осталось. Мне хватит просто на все, без проблем. Так что поехали. Надеюсь, миллиона мне хватит. И надеюсь, я не пропаду. Ведь если я потрачу кучу денег на какую-то развалюху, мне придется ее продать. Так, как там открыть машину? Вот, открыли. Нажатием клавиши. Это очень удобно. Не на всех серах такое делают, а здесь это реализовано. Все, закрыли машину, поехали. Аукцион гаражей, контейнеров располагается в пустыне. Недалеко от военной базы. Ехать там далеко и долго. Но машинка, надеюсь, меня не подведет. И мне сейчас хорошенько разгонимся. Здесь, правда, полиция припаркована. Надеюсь, за превышение меня здесь не остановят. А то я еще много времени потрачу на разговоры с копами. Я, кстати, забыл задать вам, наверное, главный вопрос. Куда мне пойти? У меня есть несколько вариантов, которые мне интересны. Это полиция, ФБР, ну, либо же стать гэнгстером, либо мафия. Вот, четыре варианта. Полиция, ФБР, гэнгстер, мафия. Четыре варианта. Куда мне пойти? Напишите в комментариях. Ну и как раз таки, если вы будете играть, то вы сразу сможете стремиться к именно моему направлению. Например, как вариант. Я лично хотел бы пойти в ФБР, потому что я за ФБРовца давно не играл, а это очень интересно. Разные расследования убийств, перестрелки, захваты заложников. Это чертовски интересно. Поэтому, если вы поддержите именно тематику с ФБР, то это будет круто. Все, я на месте. Вижу там пару человек и вижу, самое главное, контейнеры. Правда, здесь я не понимаю, как спуститься. Здесь я вроде как припоминаю дорогу, но, видимо, она идет где-то из другого места. Поэтому придется проехать прямо отсюда. Все, мы на месте. Я так смотрю, здесь, наверное, так скажем, организатор аукцион и еще какой-то участник находится. Давайте. Ага, кто-то уже подъезжает. Ну, блин, чувак на развалюхе приехал. Я не знаю, на что он надеется. Наверное, с собой тысяч десять привез и хочет отхватить крутую тачку. О, на мотоцикле еще приехал парень. Ладно. Так, давайте поприветствуем. Привет всем. Еще три чувачка приехало. Самый крутой, наверное, приехал на Инфернусе. Вот он сто процентов больше всех денег вложит. Скорее всего, вот этот парень с попугаем. Блин, чувак с собственным попугаем приехал. Обалдеть, на розовом Инфернусе. Здравия желаю. Он военный, что ли? Ладно. Ладно. Так. Окей. Мы как раз всех ждем. Кто-то еще приедет? Или только мы вчетвером будем? Так. Нам не сказали абсолютно ничего про этот контейнер. То есть, это реально кот в мешке. Первая ставка одна тысяча долларов. Ну, начну. Ставлю. Ставлю тысячу баксов. Что? Тысячу баксов. Начало тысячи баксов. Ставлю тысячу баксов. Все просто. Ставка раз. Что? Никто не будет даже пытаться? Серьезно? А, вот. Вот. Повышаю до трех. Ну, я не знаю. Это просто... Просто... Я не знаю. Поднимаю на полторы тысячи. Ага. Вот это цены. Так. Блин. Если они ставят такие деньги, мне кажется, что машины здесь достаточно дешевые. Ну, потому что я не смотрел цены в автосалоне специально, чтобы не знать. Но раз там подняли до... А, вот 10 тысяч. Уже серьезно пошло. Давайте тогда поставим 15 тысяч. 15 тысяч долларов за этот контейнер попробуем дать. Но я много взял денег с собой. Миллиона здесь мне хватит предостаточно. Но, тем не менее, платить сверху я не хочу. То есть, я хочу купить крутую тачку за наименьшую сумму денег. А потом мы съездим в автосалон и посмотрим, как раз и сколько там она стоит. Чтобы понять, насколько мы в плюсе. Если вам понравятся аукционы, гаражей, контейнеров или, может быть, даже еще чего-нибудь, то я попрошу администрацию организовать такое почаще. И будем с вами пытать удачу. Так что тоже пишите комментарии. Я, наверное, за этот контейнер не отдам больше 25 тысяч долларов тогда уж. Если они так неохотно ставят деньги, то... Ну, 20 штук уже поставили. То 25 тысяч я максимум поставлю на этот контейнер. И, наверное, я прямо сейчас сделаю ставку в 25 тысяч. И посмотрим, что получится. Заодно заценим, что в первом контейнере находится. И будем делать, так скажем, акцент на следующее. 25 тысяч 2. Что, неужели я возьму? 25 тысяч 3? Еее! Еее! О, выезжает вы... Что это? Что это? Это что, АК? АК за 25 кусков? Издеваетесь? Я... Я... Я недоволен! Нет! Я ни разу недоволен! Я только что заплатил 25 тысяч баксов за какой-то кусок дерьма! Дерьма! Господи! Сколько тачка в автосалоне стоит? Пипец! Я еще попробую отыграться. Я останавливаться там не собираюсь. Они еще и ставку решили в этот раз поднять. Сразу 3 тысячи долларов. Мне кажется, в этом контейнере что-то покруче стоит, если они сразу начинают цены от 3 тысяч долларов. Но я пока ничего не буду ставить. Я посмотрю, сколько они поставят. Насколько сильно они будут торговаться. И уже сделаю выводы. Уже 20 тысяч долларов! Почти столько же, сколько и я ставил. Но, знаете, я не буду сейчас ничего ставить. Пусть забирают. И я посмотрю, во всяком случае, что было в этом контейнере. Надеюсь, я не расстроюсь. О, 22. 22. А вот уже следующий контейнер я попробую забрать себе. Просто суть в том, что я сейчас могу забрать абсолютно все контейнеры. У меня миллион долларов. Я могу просто вот так вот... Опа! 100 тысяч за первый, 100 тысяч за второй. Ну, тогда я останусь в минусе. Сами должны понимать. И надо на чутье свое торговаться. Но, судя по первому контейнеру, чутье у меня в одном заднем месте. 27 тысяч долларов! Оу! На 2 тысячи больше, чем я заплатил. Надеюсь, он тоже получит сейчас какое-нибудь говно. Давайте, выгоните ему там Ваутон, например. Эта тачка гораздо круче той, которую я купил за 25. Чувак купил за 27 тысяч себе реально крутую тачку. Которая стоит своих денег. Это, блин, Феникс. Он очень быстрый, очень маневренный. Я расстроен, блин! Я однозначно расстроен. Я мог бы там 30-очку накинуть, забрать себе Феникс. Повезу, блин, итальяшки! Молодец, чувак! За этот контейнер начальная цена 2 тысячи долларов. Мне вот интересно, как они выбирают начальную цену за контейнер? Ну, давайте сразу покажемся крутыми и сразу поставим 8 тысяч. 8 тысяч. Вот сразу в 4 раза поднимем цену. Надеюсь, что это испугнет всех. Они испугаются и я заберу контейнер себе. Супертачка с панорамной крышей двухместной. Я знаю, что это за машина. Это Еврос, на котором я приехал. Там панорамная крыша. Ну, либо похожая машина есть. Там Альфа и Еврос. Они с пано... Это очень дорогая машина. Это реально суперкар. За такую тачку надо давать очень хорошие деньги. Поэтому я, наверное, сразу... 20 тысяч подниму. Ну, я знаю, что просто это за машина. Там Альфа стоит. Я вот просто готов вам на 100% уверить, что там стоит Альфа. И она стоит... Ну, блин, она не может стоить мало. Я Еврос арендовал. Только арендовал за 3 тысячи долларов. Он стоит в салоне, мне кажется, там под сотку. Так что заплатить хорошие деньги я готов за эту машину. Все. Я забрал за 40 тысяч долларов себе новенькую Альфу. Я дальше, наверное, не буду покупать контейнеры. Я потратил уже... Так, куда моя тачка пропала? Мне ее вернут? Ладно. Я уже потратил, получается, 40 плюс 25... 65 тысяч долларов. И я надеюсь, что это отобьет стоимость Альфы. Той же самой. Сразу заценим, сколько будет она стоить в автосалоне. И я не прогадал. И я не прогадал. Это она? Ну нет, это не Альфа. Это все-таки Еврос. Там просто две машины, но... Это тачка, до которой я приехал. На арендованный за 3 тысячи долларов. И я сейчас получил вот эту красную красавицу. Как вам эта машина, ребята? Пишите в комментариях, стоит ли мне ее оставить. Либо бы же потом, не знаю, поучаствовать в акционе на что-то более крутое. Но... Как по мне, она стоит 40 тысяч. Второе слово будет за автосалоном. Никто не хочет даже ставить деньги на этот контейнер. Никто в него не верит почему-то. Полторы тысячи баксов самая большая цена от Азиата. Ну посмотрим, повезло ему или нет. Я уверен, что нет. Хотя, блин, полторы тысячи долларов. Вдруг реально в автосалоне тачка-то будет стоить дешевле в любом случае. Ну, типа... Мне кажется, стоит попробовать поставить большую сумму, но мне просто хочется поиздеваться. Не знаю, машина не может стоить полторы тысячи долларов. Если он сейчас заплатит полторы тысячи, а он уже заплатил за полторы тысячи долларов. Но он сто процентов отобьет, то не может тачку стоить меньше полутора тысяч. Точно раз в десять больше тут машины стоит. Я не знаю даже. Сказали, что он купил тачку, которая раньше принадлежала силовикам. Списанная. Тачка федералов, мне кажется. А вдруг там машина ФБР. Окей, ждем. Ждем, когда ее выгнят. Реально. Реально. Это машина ФБР. Самая настоящая. Машина ФБР за полторы тысячи долларов. Я в шоке. Он даже меня сейчас, скорее всего, уделил. Вот почему я не поставил? Вот уже было всего лишь полторы тысячи. Почему я ничего не поставил? Поставил бы трешку. Может быть, получил бы еще третью машину. Ох, это круто. Это реально круто. Ладно. Посмотрим, что у нас в последнем контейнере. Я попробую за него поторговаться, если будет опять же маленькая цена. И мне почему-то кажется, что на самый последний контейнер они оставили прям самую лучшую машину, которую можно было бы только взять. Тут очень крутая машина, говорят. Мы могли бы сегодня две очень крутые машины получить. Я вроде не знаю, куда их девать. То есть, у меня в гараже столько места там не будет. Давайте попробуем пять тысяч поставить. Я сегодня не буду повышать цену. Мне кажется, я даже за евро спереплатил. Пять тысяч. Правда, тут уже до десяти подняли. До пятнадцати подняли. Ничего себе они быстро. Тридцать тысяч. Ладно. Может быть, там действительно крутая машина стоит. Типа Инфернуса. Сорок тысяч. Ну, давайте я тоже попробую влиться в эту атмосферу. Пятьдесят тысяч. О, тут уже пятьдесят тысяч поставил. Машина сорокового года выпуска. Нет. Все. Все. Блин, моя ставка последняя здесь. Но он тоже, конечно, поставил. В ней сидел один. Семьдесят тысяч. Все, пусть забирают. Мне не нужна такая развалюха сорокового года выпуска. Я не думаю, что она будет стоять очень дорого. Поэтому семьдесят тысяч пусть забирают. Это, получается, будет самая большая цена на этом аукционе. Наверное. Если кто-то не поставит еще больше. Сто тысяч долларов. Впервые мы достигли шестизначной цифры. Сто тысяч. Жесть. Окей, чувак, забирай. Забирай эту развалюху сорокового года за сто тысяч. Ты, блин, будешь в день по десять тысяч отдавать на ее ремонт. Ты же понимаешь? Она, мне кажется, даже не заведется. Будет стоять в контейнере. И ему придется ее сначала починить, чтобы она забилась. Все. Тачку выгнали из контейнера. И... Блиииин. Кто не знает, это моя самая любимая машина в GTA San Andreas. Fender. Обожаю эту машину. Это кабриолет. Но сто тысяч долларов, мне кажется, слишком много за нее. Опять же, сейчас мы отправимся в автосалон. И затестим как раз-таки, сколько стоит Fender, сколько стоит AK и сколько стоит евро. С автосалона, скорее всего, тут разные. Так что нужно будет покататься. Я не вижу в GPS разделения по автосалонам. Так что давайте попробуем съездить. А здесь, судя по всему, только один автосалон вообще. Он находится в San Fierro. Так что выезжаем туда. Все. Наконец-то добрался до автосалона San Fierro. Находится он прям в необычном месте. Окей. Окей. Давайте посмотрим. Сильно ли я заработал или наоборот сильно я прогорел. Так. Я смотрю, в инфернусе туризма стоит. Это все здорово. Но меня интересует другое. Так. Что тут есть? Просмотр доступных авто. Ммм. Так. Ну начнем с Феникса. Феникс здесь стоит 250 тысяч долларов. На самом деле... Я так смотрю сейчас на цены вообще. Еврос. 300 тысяч долларов. Слушайте. Да я и не прогорел ни разу. Я даже адекватную сумму на этот аукцион брал. Суть в другом. На аукционе были реально низкие ставки. То есть я заплатил копейки. Там за любой слот можно было бы заплатить копейки и остаться в плюсе. Ё-моё. Это же изи деньги. Мне кажется, что цены на этом аукционе были 100% сильно заниженные. Это не круто. Это не круто. Я... Если я и буду участвовать в следующих аукционах, то уж точно попрошу организаторов поднимать ставки. Потому что вот так вот, ну это не сильно интересно, когда ты ставишь ставку. И она оказывается все равно выгодная для тебя. Потому что тачка стоит дороже. Это дело такое. Ну ладно. Окей. Мы оказались в плюсе. Это очень здорово. Так что я очень надеюсь, вам понравилось это видео. И вы будете присоединяться к серверу Reventer Pet Justice. Второй сервер, напоминаю. Ссылочка в описании имеется. Жду вас всех. Также ставьте свои лайки. Огромное спасибо всем, кто меня посмотрел. И не забывайте писать комментарии. Пишите, куда мне пойти. ФБР, полиция, гангстеры или мафия. Жду ваши комментарии. А микрофона специально для вас был Мистер Кей. Всем хороших игр, хорошего настроения. Удачи и пока.